На той стороне, где машина громкоговоритель, который Беркут прохватил, включили громкую музыку, чтобы глушить Майдан. И в это время тетушки, которые вот здесь были окружены, тетушки вышли туда и устроили драку, устроили потасовку. Они стали кричать «Беркут, что ж ты стоишь?» И пока Беркут, ну как бы, постеснялся, пришел их окружать, тут начали уже взрывать. Уже пошел взрыв, взрыв пакетов. То есть тут хотят довести до чего-то серьезного, до крови хотят. Везде провокации. Милиция тут берет, там отпускает. Невероятное количество тетушек, невероятное количество, которые все время тут очень провожают. Видимо, намерение есть что-то, что-то нехорошее тут делать. Но будем держать. Милиция и тетушек намного больше, чем мирно демонстрирующие. И тут взрывают уже. Так вот наполнение бюджету – это главная задача любого перемышла, любого парламенту, ну и особенно Кабину Доминичнику. Так вот, якщо б вы уважно почитали, что ж там было написано у цьему договору про ассоциацию, зону вильной торгили. И чтоб с нами было, якби мы ее не підписали, то я вам допоминаю, кабальные умовы – это слабо сказано. Это то, что мы можем назвать колонизацией Украины. И еще наши батьки, наши деды и прадеды. Ведь стоило наше независимость, наши граждане. По громкоговорителю объясняют и рассказывают нам фальковчанам, как было опасно, если бы подписали договоры с Евросоюзом. И вот это задуманная акция захвата громкоговорителя и вот этой акции про яхлубов с Коль. И оно сопровождается всеми этими провокациями и прямо хотят кровь сделать. Вот такая же тут творится. Но мы будем держаться. Так вот, вот эти карты, вот эти наши ценности. А той гадюшник, який вы влаштували на Майдане, вот эти ваши ценности, может, европейские. Так вот, я все-таки рад же вам залишиться до вечера усім гостям нашего города и подивиться на это чудо на площади свободы. Так вот, патриоты на нашу державу. Я думаю, что все мы, злами, хочемо только одного – добродутся. Як сказал, написал вирш наш, митрополит Харківський Бородухик. Запоминайте заповедник. Единайте все в одну родину. Допоки Захід есть и Схід, допоки будет Украина. Усих людей доброй воли. Тих, кто справжние патриоти нашей державы. Я вітаю с Новым Родом и Ростом Христовым. Я хочу, чтобы у нас в 2014 году было все так, как у всех гидных людей. Чтобы у нас была и работа, и зарплата, чтобы у нас, главное, были рабочие лица. И мы с вами еще увидим, я уверен в этом, Украину, яка распространена, яка будет одними из самых больших героев.